Приветствую вас! Было бы неплохо, если бы вы написали бы о том, в чём именно вам можно будет помочь. Потому что никакого вопроса, никакого вопроса нет и в принципе быть не может здесь. Ибо вы ориентированы все цело на вообще кого-либо, кроме, ну, кроме собственно самой себя, я полагаю. Вот, потому что других объяснений, других вообще причин этого у меня нет. Давайте посмотрим, что вы пишите. Я родила дочь с 3-летнего возраста. В 2-м развода был мужчина, он постоянно изменял, но ночевая дома влез в огромные долги. А как так получилось, что такой мужчина стал отцом вашей дочери, как так получилось, что вы с ним познакомились, прожили вместе в браке? То есть, почему вы с ним были раньше, когда он начал себя так вести, с каких пор? Ну, в общем, что послучило с триггером, да, этого. Далее. По решению суда, отец, каждый месяц, перечислял алименты, каждый выходной брал дочь к себе. Алименты копеечные, откладывая дочь на отдельную карточку, то в будущем она им распорядилась сама. Встретим с отцом не пипец, что 2 года назад опусторно вышла замуж, родила вторую дочку. А, нет, ну, безусловно, это здорово и прекрасно, что вы... Что вы во второй раз вышли замуж и родили вторую дочь. Это, безусловно, замечательно, но... На мой взгляд, у этого есть такое вот небольшое НО, да? А именно, а именно, как всё это восприняла дочь ваша? То есть, вот вы пишите, что 2 года назад, а сколько дочек-то лет, вы не написали? Вот. Дочь уже, видимо, была достаточно большая. Вот. И как это всё происходило? Муж работает в вахтовом. Летом дома почти не живёт. Живём втроём. Муж, это вы имеете в виду, вы имеете в виду своего же второго мужа, да? Вот. Дома почти не живёт, работаем, а живём втроёх втроём. Ммм, то есть, получается, опять же, да, вы, раньше вы были с дочкой одна, теперь вы с дочкой и ещё с другой дочкой. Вот. Ну, мне видится несколько странная история, точнее, как странная, несколько не случайная, вот так вот будет правильно сказать, не случайно мне видится история о том, что первый муж у вас такой вот, в смысле, ну, такой, говоря, такой, я имею в виду, такой, в смысле, что у вас с ним не сложились отношения, да? Во-вторых, во-вторых, вы были с ним наверняка, ну, на определённой такой дистанции, скажем так. Да? То есть, вы были, выбили от него достаточно, ну, на дальнем расстоянии. Вот. И второй муж у вас, ну, то же самое, как бы, то есть, тоже на какую-то дистанцию от него. Почему так? Такое впечатление, что мужчины с вами просто вот находиться, ну, вряд ли не могут, вы их отталкиваете. Такое впечатление, опять же, не могу ручаться до этого. Вот. Никогда-то в это время ничего плохого дочка братца не говорила, с сочином отношения складываются не очень. Опять же, непонятно, а каких отношениях вы говорите с сочином, если он работает у вас? Вахтовый метод, как вы говорите. И дома не живёт почти. То есть, не очень понимаю, каких отношений где-то есть. Вахтовый метод означает, что мужчина изначально не проводит время дома столько, чтобы ребёнок к нему привык. Он каждый день дома не находится, и ребёнок не может привыкнуть к нему, потому отношения не очень. Вот. Это первое. Второе, тут может быть банальная ревность, вот, ну, банальная ревность мужчины, да, мужчины, вашего мужчины, мужа. Со Allen второго. Ну, военант двойковый. Об�ывает. Бывает такая история, что люди вот не могут, значит, ну, не могут принять, не могут принять того факта, что кто-то у партнера был еще, помимо, помимо их. Дальше. Так, значит, день могу спокойно беседовать, день никого к себе не подпускают. Ну, тут у ребенка нужно с ребенком напрочь. С тех пор, как я вышел замуж, дочь стала неуправляемой, ну, потому что она, опять же, пытается привлечь внимание к себе. Бывший муж почти сразу второй раз женился, у него, помимо дочки, еще двое детей по горе. В последнее время стало понимать, что отец именно отправил дочь против меня. А что надо указывать? В разводе виноват оказался в его изменых тоже. А что надо указывать первого и второго, и за развод, и за измены, ответственность несете, по крайней мере, в половине процентов. Так что то, что вы не взяли за это ответственность и отказываетесь, вероятно, ее принимать, играет роль. Два месяца назад она учила жить к папе на каникулы, я отпустила. Ну, опять же, смешает это слово, я отпустила. А что, могли не отпустить? Почему произошло отпускание? Почему произошло отпускание? На самом деле тут не отпускание происходит, а просто позволение уважения выбора дочери, а вы как будто, знаете, расстаетесь. Папа теперь как средство лаконства. Идеализация происходит родителя, особенно если он дает то, чего вашей дочери не хватает. То есть, нужно посмотреть, чего не хватает конкретно. Ну и понятно, что это дает и отец. Что именно? Это уже вопрос более детального исследования стал. То есть, коллега вот говорит, например, что она тревозится, что она, как коллега пишет, сейчас скажу, скажу, она не имеет представления, что такой папа, такой мужчина в доме, как им устраивать диалог. Во-вторых, она увидела, что мир крутится не только вокруг нее, что повернула ее в пучине тревоги, и она ощутила свою ненужность. Вот. Ну вот это вот, может быть, что-то еще. Тут нужно исследовать. Плохими вмиг стали абсолютно все. Я опять же не понимаю, в глазах кого? В глазах в глазах дочери стали плохими. Это связано с тем, что папа дает ей что-то, чего не даете вы. То есть, у меня все бабушки и дедушки все друзья в все общество, кроме папы. Ну, соответственно, и так произошла идеализация. Только у идеализации есть обратная сторона, то она рано или поздно превращается, к сожалению, в демонизацию. Вот. В мое отсутствие она забралась еще из дома и ушла, кажется, на совсем. Но, опять же, это дочка сама делает. Вряд ли тут папа что-то делает. То есть, вы, как бы, перекладываете ответственность на отца, как говорят мои коллеги, но на самом деле делается не в отце, а в дочках. То есть, понимаете, нельзя, нельзя кого-то завлечь чем-то, если он этого не хочет. А ваша дочь хочет. Тогда если папа что-то говорит, то все равно это не важно, потому что этого хочет дочь. Ключевой момент какой. У дочери проблемы с сердцем открылись год назад. У меня было дорогостоящее лечение. Родной папа мне с этого предложил больше гулять, заниматься спортом. Дед и дед обесценивают. То есть, как бы, опять же, я не отрицаю того факта, что, возможно, нужно было дорогостоящее лечение. Я не отрицаю этого факта. Но я хочу сказать, что, возможно, папа просто с той стороны. То, что он может. Он предлагает. То, что он может. Знаете, знаете, какая штука. Так, без нагрузки запрещено. Папа натаскает ведра с землей на гряжке. Ну, тут медицинская сторона вопроса, как бы это не было гиперопекой с вашей стороны. Дома дешевле ложки не поднимал. А это, на самом деле, не очень хорошо. Папа с твоими днями на работе, дочка по полдням, он склоняется по улице, надо мной ко мне не идешь. Сказал, что мне достали пациент с постоянным контролем и воспитанием. Может, так и есть. Нужно проанализировать. Нужно проанализировать. Особенно, если дочка уже больше 11 лет, она отобросит. Ей, соответственно, нужно больше свободы. Вы этой свободы, судя по всему, не даете. Она наслаждается свободой с папой. Да, вполне вероятно, что это приведет ее к какому-то негативному результату, но, по крайней мере, сейчас она делать это хочет. Именно поэтому она с папой. А вы этого не даете свободы. С мальчиками отношения очень плохие. Ну, ей нужен папа, как источник свободы. Я боюсь, что дочь мы упустим на завтра. Что значит упустим, Ольга? Она как была вашей дочерью, она, в принципе, так вашей дочерью и останется. То есть, как бы, вы не сможете ее упустить в этом смысле. Вот. В каком смысле упустим? Поначалу пробегала домой, просил не говорить бабе, а то она обидится. Только сейчас я осознал... Поначалу пробегала домой, просил не говорить бабе, а то она обидится. То есть, дочь боится потеряться. Боится потерять то, что он ей дает. Дочь вашей никто не принимает, просто так она за всех вынудена скрывать свои чувства, скрывать свои эмоции. Вот это проблема. Эммм, так, значит, только сейчас я осознала стекут острова ситуации. Да, это не очень хорошо, на контакте у нее совсем, потому что опасается, что вы будете контролировать их. На прошлой неделе на фоне нервов поднялось давление и вызвали скорую. Она знала, даже не поинтересовалась, как ей что со мной. Ну, она видит вас опасно. Помогите мне, пожалуйста. В чем? Емойка, помочь. Вам нужно выстраивать отношения с дочерью на других основаниях, нежели то, что вы делаете сейчас. Вам нужно выстраивать отношения с дочерью на других абсолютно основах, нежели чем это происходит сейчас, на данный момент. Вам нужно принять дочерь для начала, принять, наверное, себя и увидеть, как бы, грань между тем, что вы делаете действительно для нее и тем, что вы делаете действительно для себя. Не превращать опеку, опеку ее, да, в контроле, в тотальный контроле. Когда она говорит, что вы ее достали постоянным контролем и воспитанием, вы на это никак не реагируете. То есть такое ощущение, что вы, ну, менять, менять, да, именно менять, вы ничего не собираетесь. А это крайне, ну, это не есть хорошо для вам. Так что определите, пожалуйста, что запрос надо, да, чего вы хотите, что вам нужно, вот. И сейчас, вот, после этого уже можно будет о чем-то говорить, после этого уже можно будет о чем-то судить, судить. И, после этого вам можно будет, значит, ну, что-то делать. После этого вам можно будет уже давать какие-то рекомендации. А пока, пока запросов таких, как бы, нет и, соответственно, нужно это исследовать. Нужно исследовать все, что вы хотите. Вот, и если вы действительно хотите, вот, помочь своей дочери, то нужно действовать так, как хочется, так как хочется ей, так как нужно ей. Да, да, это будет иногда опасно, да, это будет не всегда хорошо, но, значит, будет вызывать у неё столько против... Ну, столько сопротивлений, короче говоря. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. Так, я понимаю, что этого, наверное, недостаточно, скорее всего, я понимаю. Вот, но, тем не менее. У нас, опять же, поднимает давление нерва, да, вот. Из-за чего. Нет, только не надо, пожалуйста, говорить, да, о том, что, ну, о том, что вы переживаете за ручь. Вот, я это прекрасно понимаю, что вы переживаете за ручь. Ну, поверьте, но, переделать можно по-разному. Вот, сколько можно по-разному. Если у неё есть опасность со здоровьем, да, посмотрите, вы говорите, что есть эфирические нагрузки запрещены, но пока что вы испытываете проблему со здоровьем. Не она, пока что. Вот. Соответственно, если у неё, если есть противопоказные нагрузки, обязательно что-то произойдёт. Если у неё плохо, да, это будет опасно, но другого пути наставить её на позиции, эээ, для неё правильный, единственный, сейчас нет, к сожалению. Вот так. Вам стоит подумать о том, что вы хотите вы, и вам стоит, возможно, всё-таки встретиться и поговорить с отцом без наездов, без каких-то, вот, эээ, таких, эээ, претензий, да, острых, а именно, вот, пообщаться, просто, по-дружески, может быть, пообщаться и просто поисследовать, вот, как, как и что сейчас происходит, как и что сейчас происходит. Что сейчас, эээ, можно сделать вам, для улучшения этой, эээ, ситуации, которая возникла. Вот. Мне видится, эээ, мне видится, так, мне видится, такой, такой путь, и, эээ, других вариантов здесь, здесь нет. Обратите внимание, что вы просите вам помочь, что-есть, вы именно помощь просите. Вы не говорите в чём помощи, что заставляет назымочного жертву. То есть, жертву – это классическая фигура, которая не принимает на себя ответственно за то, что она делает. Эээ, посмотрите в интернете, эээ, треугольник Карпмана, например, эээ, я думаю, что вам это будет как минимум полезно. На этом всё, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. Спасибо.